Господин Рихтер, как вы оцениваете ситуацию на российско-украинском фронте? И даже отчасти отвоевывать потерянные позиции и терять большие силы, я придерживаюсь того мнения, которое высказал бывший главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Он был весьма прав в своей оценке ситуации в том смысле, что Украине надо переходить к стратегической обороне и что недостаток живой силы надо восполнять дополнительной мобилизацией. В настоящий момент вопрос мобилизации обсуждается, но у меня такое впечатление, что событие развивается в том направлении, что срок службы в армии будет продлен еще на один год и снижен на два года призывной возраст. А это будет означать, что солдаты, которые истощены двумя годами войны, должны будут остаться на фронте еще на год, а дома их матери и жены будут митинговать с требованиями их замены. Это одна из проблем. Другая находится в США. Возможно, хотя надежда и не так велика, что то небольшое меньшинство, которое блокирует в Конгрессе пакет помощи Украине, немного сократилось и что есть некоторые шансы все-таки принять решение. Однако надо подождать. В конце концов, перед Европейским Союзом встанет вопрос, сможет ли он компенсировать этот недостаток. И может ЕС и сумеет достичь этой цели в долгосрочной перспективе, но точно не в этом году. Этого не хватит, ведь невозможно одним нажатием кнопки перейти от мирной экономики на военные рельсы. На это потребуются месяцы, а может и годы. Вы говорите о стратегической обороне. Как это понимать? Что это? Стратегическая оборона начинается с реалистичного анализа ситуации, а не с уставления на первое место победной риторики. Под победой имеется в виду возвращение контроля над оккупированными территориями над каждым потерянным квадратным метром, в том числе и территориями, потерянными еще в 2014 году, которые или находились под контролем сепаратистов, или как Крым были оккупированы россиянами. Я думаю, что это нереалистично. Стратегическая оборона означает, что с учетом недостатка сил надо сконцентрировать свои части, выровнять фронт, не защищать слишком большие территории, а сдавать их, если их удержание не оправдывает себя или есть риск, что собственные войска могут попасть в окружение. То есть такие инциденты, как в Авдеевке, не должны повторяться. Надо следить за тем, чтобы не было поспешных отступлений. Надо основательно готовиться. Стратегическая оборона – это прежде всего означает расширение строительства оборонительных укреплений, в том числе второй и третьей линии обороны. На это нужно время, но в результате это дает преимущество обороняющейся стороне. Тут нельзя себе позволить слишком много неровностей линии фронта. Надо сосредоточить усилия на эффективной обороне и создании линии защиты. Это, с моей точки зрения, и есть стратегическая оборона. Часть этой обороны, конечно, использование систем большого радиуса поражения или ракет типа «Нептун», дронов и тому подобного для атак, по меньшей мере, на ту часть, которая тоже играет роль в стратегических ракетных атаках против Украины, но со стороны моря. Там в последние недели месяцы были определенные успехи с использованием автономных систем вооружения, то есть с беспилотными системами, морскими и воздушными беспилотниками. И украинской стороне удалось уничтожить или повредить часть российского Черноморского флота. Однако это дало незначительный эффект в том вопросе, как защитить Украину от стратегической операции по воздушным атакам энергетической системы Украины. Поскольку многие ракетные запуски осуществляются с воздуха, речь о крылатых ракетах, которые запускаются с бомбардировщиков. Или о ракетах наземного базирования, частично запускаемых с российской территории. Проблема в том, и это значит, что сейчас важен не только дефицит артиллерийских снарядов, но и недостаток ЗРК «Петриот», к примеру, то есть систем противовоздушной обороны. И это то, что Европейский Союз тоже должен компенсировать в меру своих возможностей, потому что здесь не хватает вклада США, причем еще с середины сентября. Но, как вы уже сказали, недостаток живой силы драматичнее. Даже если Европа и США поставят достаточно снарядов и систем вооружений, их же кто-то должен обслуживать. Если говорить о цифрах, то предполагается, что украинская сторона имеет сейчас порядка 800 тысяч солдат. Но в это число входят и те, кто служат в силах территориальной самообороны. Это легко вооруженные гражданские лица, которые прошли короткий курс подготовки. А также национальная полиция и тому подобное. Если вы говорите о силах, которые действительно находятся на фронте, то их значительно меньше, чем 400 тысяч человек. То есть примерно 300-400 тысяч человек. Российская сторона увеличила свою группировку до полумиллиона человек, которые сейчас находятся в Украине. Я имею в виду здесь не увеличение общей численности российских вооруженных сил. Это порядка 1,3 миллиона. Это примерно 1 миллион 300 тысяч человек. Я говорю о тех, кто находится в Украине, но к этому числу добавляются те военно-морские и военно-воздушные силы, которые такуют Украину извне. И поэтому Владимир Путин еще два месяца назад мог заявить, что в общей сложности порядка 615-620 тысяч человек участвуют в военных действиях Украины. Таково соотношение сил. В данной ситуации я бы тоже высказался в том же духе, что и бывший главнокомандующий генерал Залужный. Надо переходить к стратегической обороне. Ситуация невыгодная. И не надо себе воображать, что можно перейти в большое контрнаступление. Это огромная потеря живой силы, которая может грозить прорывом фронта. И обороняющаяся сторона потеряет свои преимущества. Мы видим, что Россия нарастила военное производство, а общественное мнение под полным контролем и поддерживает президента Путина. В долгосрочной перспективе, у Украины есть шанс против такого противника? Вопрос в том, что реалистично. Победить Россию стратегически — это цели, которые регулярно обсуждаются на Западе и в Германии в том числе. Я считаю, это ерундой. Сделать это не получится. Россия может мобилизовать слишком много военнослужащих. Кстати, не лишним было бы напомнить еще и о том, что у России есть ядерное оружие. Но если говорить о стратегической обороне, то есть о защите того, что возможно, то мне кажется, это реалистичнее. Потому что и у России, конечно, есть проблема. Во-первых, это тысячи гробов, которые возвращаются с фронта, которые не могут не вызывать недовольства. И в России тоже митингуют матери и жены. Во-вторых, рано или поздно в российских элитах начнется недовольство, если это будет долго продолжаться, если потери будут такими же высокими, а убедительного успеха не будет. В-третьих, как мне кажется, с учетом того факта, что у России нет сил, чтобы оккупировать всю Украину или уничтожить украинское государство, военные цели сравнительно ограничены. То, что было слышно в последнее время из Москвы, это что будет предпринята попытка выйти на административные границы четырех аннексированных областей – Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской – с помощью военных операций. Однако это означает, что россиянам надо еще раз форсировать Днепр, чтобы занять Херсон. Действительно ли они имеют такую цель – большой вопрос. Большое спасибо за интервью.